За день Юлия Задорожная принимает более 150 пациентов. В обязанности процедурной медсестры входит проведение прививок, уколов, забор крови. Однако сегодня специалист, которая уже переболела коронавирусом, сама пришла за антиковидным препаратом. 14-летний опыт работы подсказывает, казалось бы, болезнь позади, но вакцинации пренебрегать не стоит. Через нас проходит очень большое количество пациентов. Хочется защитить себя, свою семью, близких. Поэтому прививаемся. Так как я болела в январе ковидом, подтвержденным ковидом, поэтому мне разрешили только через полгода. После общего осмотра и заполнения документов медику вводят первый компонент российской вакцины «Спутник ВИМ». Второй положен только через три недели. К слову, в день в первой поликлинике прививку против коронавируса делают порядка 120 человек. Для меня вакцинация – это прежде всего является снижение риска заболевания, так как у меня еще и родители в довольно пожилом возрасте, то еще и риск заразить их. Я сама врач, дважды перенесла ковид, и поэтому считаю, что надо прививаться, чтобы был коллективный иммунитет. У Бобруйски уже привито около 8% жителей. Вакцины «Синофарм» и «Спутник ВИМ» есть во всех поликлиниках города. Чтобы записаться на процедуру, нужно обратиться в регистратуру. Сделать прививку можно с 18 лет. Сейчас реализуются первых два этапа, когда прививаются медицинские работники, фармацевтические работники, работники учреждения образования, работники социальной сферы и лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Также во втором этапе подлежат вакцинации лица старше 61 года и лица, имеющие хронические заболевания. Иммунитет начнет формироваться где-то через две недели после введения второго компонента. Но это не значит, что нужно пренебрегать мерами профилактики. Необходимо носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.